Культивация мифа о превосходстве РФ над другими государствами. Лучшая в мире страна – это Россия. Мы так были номер один, так и остались номер один. И управление народом при помощи церкви. Братья, вы направляетесь в то место, где сейчас быть особенно важно, чтобы защитить Родину. Запугивание населения мнимыми внешними врагами. Идёт война с НАТО. Война за выживание нашей страны. И агитация патриотического самопожертвования во имя безумной идеи о господстве русского мира. Когда мы говорим «умирать за идеи», это в принципе подразумевает умирать и убивать за идеи. Давайте откроем матрёшку и узнаем, как Путин реинкарнировал нацизм в России. Клянусь, при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина. Выполнить свою клятву, как и переступить через свою советскую природу, Путин, придя к власти, не смог. Я считаю необходимым использовать всё наше наследие историческое. Он решил, что может повторить главное наследие российской истории – эпоху сталинского террора. Так, по образу и подобию кровавого диктатора Иосифа Сталина, пропаганда начала лепить культ личности очередного отца народов. Мы три единые народы – Украина, Белоруссия и Россия. Как при советском тиране, так и при Путине россиянам годами навязывали идею о том, что политический лидер – это величие нации и всего государства. Не нефть и газ – наше преимущество. Как вы видите, и нефть и газ могут падать в цене. Наша преимущество – Путин. А для того, чтобы электорат несокрушимо верил в силу и мощь своего вождя, проволосные СМИ путём манипуляций играли со знанием россиян, демонстрируя мускулистый торс вождя. А? Красавица. Красавица? Да. Касательно сакральной ценности Путина, то и этот миф кремлёвская пропаганда выстраивала по тому же принципу, что и нацистская Германия. Один народ, одна империя, один фюрер. Одна страна и её будущее, один президент и одна победа. Так, на благодатной постсоветской почве и с учётом исторической склонности россиян к возвеличиванию своих правителей, восприятие Путина как единоличного диктатора успешно закрепилось в головах невежественных адептов СССР. Ура России! Ура Путину! Ура! 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 По подобию Гитлера и Сталина, Путин возомнил себя новым историческим мессией, у которого не должно быть конкурентов. Вообще, вот то, что мы сейчас имеем, это такая отвратительная смесь Третьего Рейха и Великого Октября. Кремлёвский диктатор возрождает в современной России однопартийную систему власти. Как председатель партии ставлю перед вами только одну задачу – победить. В российском парламенте партия «Единая Россия» имеет абсолютное большинство. Ой, какой я молодец, какой я хороший. Всё, как в гитлеровской Германии, где главную политическую силу имела, конечно же, нацистская партия. Или как в сталинском СССР, когда существовала только одна партия КПСС. Для нас особенно ценно это доверие, которое означает готовность поддержать нашу партию в борьбе за светлые будущие народы. Краеугольным камнем для построения авторитарного режима в Коммунистическом Советском Союзе и нацистской Германии была пропаганда. Не себе в ущерб. И Путин на правах преемника кровавых диктаторов не стал заново выдумывать велосипед. Все средства массовой информации обязал работать исключительно по кремлёвским методичкам. Когда это в наших интересах, всё можно делать. С помощью пропаганды амбициозный российский лидер замахнулся переписать историю Второй мировой войны. Мы освободили Европу от нацизма и фашизма. И в этом смысле роль Russia Today, роль российских агентств, роль того же самого радиоспутник, она колоссальна. Оказывается, немецкий нацизм в одиночку победила сверхдержава СССР. Соответственно, весь мир в вечном долгу перед её правоприемницей, то есть путинской Россией. Мы разделяем эту точку зрения. Ещё одна историческая правда от российского диктатора. Украину создал всё тот же Советский Союз. Советская власть создала Советскую Украину. Это хорошо известно. До этого никакой Украины не было в истории человечества. Тут надо всё-таки, мне кажется, быть честными самими собой. Но честность перед своим народом явно не конёк российских правителей. Тем более, когда сам дьявол у руля. Бросьте эту химеру совести, фюрер думает за вас. Так что на таких вот псевдоисториях о величии Сталина и Путина современная Россия взращивает новое поколение высшей расы. Историю меняют в угоду идеологии. История – это всегда обслуживание интересов. Есть наши интересы, они правильные. Поэтому история, которая правильно освещает, так сказать, нашу линию, нашу, не сказано государственную, понятно, что речь это о государстве. Это правильная история. Также путинская пропаганда под копирку советской и нацистской создаёт иллюзию внешних врагов. Речь пойдёт о необходимых, неотложных шагах по защите суверенитета, безопасности и территориальной целостности России. Здесь-то мы видим отсутствие связи с реальным миром. Я прошу прощения, всякое может с человеком случиться. Именно пропаганда помогла Гитлеру разжечь идеологию ненависти к евреям. То же самое сделал и Путин по отношению к украинцам. А вот Зеленский – государственный и международный преступник, террорист, подонок и сволочь. Ну нахрен уничтожит Киев? Согласен? Уничтожит Львов. Ну ничего больше не остаётся. Остаётся – солнце пёк. Прям вот там, где плыны кача. Вот прям топить этих детей, топить. Прям в тесыне. Гитлер обвинял евреев в стремлении уничтожить немцев. В свою очередь Путин внушал россиянам, что в Украине нацистский неорежим ущемляет права русскоязычных. Наследники бандеровцев и нацистских карателей убивают людей, пытают, бросают в тюрьмы, сводят счёты, расправляются, измываются над мирными гражданами. Годами кремлёвский диктатор, как и немецкий фюрер, взращивал в своей стране нацизм и готовил россиян к полномасштабной войне с Украиной. Аналогом Гитлера и гитлеровского государства выступает Российская Федерация. Я так не считаю. В РФ, как и во времена Третьего рейха, церковь была на службе у власти. Протестантская лютеранская церковь пропагандировала антисемитизм. Это полная управляемость обществом, ментальная, тотальная колонизация сознания. Подобные путинские нарративы активно транслирует российский патриарх Кирилл. Спасибо за ваше служение, за помощь народу и государству. Так называемый священнослужитель во время традиционной проповеди заявил, что погибая на войне в Украине, расисты смывают все грехи. Он себя приносит в жертву за других. И потому верим, что эта жертва смывает все грехи. Целая армия в рясах по всей России призывает своих адептов идти и убивать украинский народ. Без молитвы пакет градов не снаряжай. Каждую эту сигару засовываешь, как бы, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. И так далее, и так далее, и так далее. И потом... А геноцид в Украине они называют священной войной. Господь, любя Украину, наказывает ее. Почему именно Украину? И вот эта ненависть украинцев сейчас к русске, ведь русские – это просто орудие Божие. Путинский культ ненависти и величия русского мира был создан по аналогии с немецким нацизмом. Так это и есть фашизм. Уничтожение одной нации в другой по признаку культурной национальной принадлежности. И российские, и немецкие диктаторы называли свое военное вторжение в чужую страну защитой от нападения. Гитлеровские практики, гитлеровские идеи очевидным образом используются. Ну, например, на нас напали. Это ровно то, что сказал Гитлер, когда вторгся в Польшу. Массовые убийства, изнасилования и депортация мирных украинцев. Массированные обстрелы жилых районов и уничтожение объектов инфраструктуры. Это такой метод давления на сговорчивость действующей власти. Когда Гитлер бомбил британские города, то кто-то из его приближенных сказал, что британское руководство планы может прекратить, мгновенно прекратить страдания своего населения. Для этого надо просто пойти на встречу с правильным требованием Германии. Ровно то же самое сказал Песков по поводу вот этих чудовищных и варварских бомбежек украинской земли. Главная цель обоих фюреров – это силовое присоединение территорий в рамках империи и на основе так называемого «права народов на самоопределение». Россия будет продолжать это делать, мы заинтересованы. Нацистская Германия грубо нарушала нормы международного права. Она аннексировала Австрию. Далее вторглась в Польшу и, по факту, начала Вторую мировую войну. Путинская Россия поступила точно так же. Сначала аннексировала украинский Крым, потом оккупировала часть Донбасса, затем развернула полномасштабную войну в Украине. Российский режим по сей день продолжает подло нарушать множество международных норм и законов. А у нас все нормально с международным правом. Кремлевскому фюреру успешно удалось воплотить идеологию обыкновенного расшизма. Вот этот нацизм, он оказалось, просто был где-то в латентном состоянии многие десятилетия. С началом полномасштабного вторжения в Украину официальным символом кровавого путинского режима стала латинская буква «З», которая имеет, ну, очень большую схожесть с эмблемами 133-й карательной дивизии Вермахта и 4-й дивизии СС. Ой, ну это вот, знаете, набор феерических клише. Путин, подражая немецкому фюреру и советскому тирану, также создал в РФ культ семьи. Жену не забывайте. Российский муж должен трудиться на благо единой России. В военное время идти на фронт умирать. А вот русским бабам власть имущие конкретно указали их место. Совершенно порочная практика, которая сформировалась в обществе. Я вчера об этом говорил. Когда сформировалось убеждение, что женщина должна получить образование, дальше сделать карьеру, потом материальную базу себе обеспечить, и только после этого, уже, так сказать, подходя к такому сложному возрасту, репродуктивному, озаботиться о деторождении. Женщины должны рожать как можно больше. Ну, потому что кровожадному режиму нужно новое поколение тушечного мяса. Женщина должна понимать, что чем... Ну, вот раньше она родит в том... Конечно, ну, в пределах физиологических наших рекомендаций. И поэтому возраст рождения первого ребенка, второго ребенка имеет важное значение. Безусловно, снижение абортов – это вот ключевая задача, которой мы работаем. Гомосексуализм считался криминалом как в фашистской Германии, так и в СССР. В России режим закрепил традиционные гендерные роли на конституционном уровне. Союз двоих – это исключительно мужчина и женщина. А это смысл режима Путина. Запретить людям управлять свою жизнь во всех сферах – в политической, в экономической, в частной жизни тоже. Они лезут в буквальном смысле в постель. А тех смельчаков, которые выступают против кремлевской идеологии, ждет карательная рука полиции или спецслужб. Для жесткого подавления каких-либо гражданских протестов российским силовикам дан зеленый свет. Их действия не имеют ни моральных, ни физических ограничений. Они обеспечивают интересы группы определенного сегмента элиты и ради этого готовы на все. Тотальный силовой контроль за жизнью общества имела господствующая партия немецкого фюрера. Массово практиковались доносы среди обычных людей. Аналогичная ситуация была и при Сталине. А Путин все это повторил. Советский Союз был государством, где свобода была невозможна в принципе. Теперь мы пришли к состоянию, когда свобода не то что невозможна, а она является поводом для посадки в тюрьму. Весь русский мир построен на мифах и подпитывается кровью миллионов людей. Путин объединил кровавое наследие Сталина и Гитлера, создав российскую версию нацизма – расшизм. Но ему не стоит забывать, что диктатура этих лидеров закончилась крахом. Поэтому и преступный путинский режим тоже вскоре будет уничтожен.